Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Я хочу продолжить двигаться в том же направлении, что и на прошлом служении. Откройте со мной, пожалуйста, третью главу Откровения. Откровение 3, и начнем читать с 15 стиха. Откровение 3, 15. Мы на прошлом служении говорили о том, что в наших странах, штатах и округах сейчас установлены новые ограничения и правила. И на входе в разные заведения, например, на входе в ресторан, на вас нацеливают термометр-пистолет и приставляют его к колбу. И я говорю, смотрите, чтобы он не был заряжен. Его приставляют к колбу и измеряют температуру, потому что температура показывает, есть ли у вас какая-то проблема со здоровьем. И им не нужно ничего о вас знать. Ни ваше имя, ни ваше прошлое. Нужно лишь измерить температуру, и она многое о вас расскажет. Она является показателем. Физическая температура является показателем, характеризующим физическое здоровье. Посмотрим Откровение 3, 15. Иисус говорит Лаодикийской церкви. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч». «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергнут тебя из уст моих». Читая это, может показаться, что теплый хотя бы лучше холодного. Но как мы уже говорили, теплота значит, что вас когда-то разжигали, но вы отошли. И Иисус говорит, «Я бы предпочел, чтобы вы вообще не были знакомы со светом Слова, чем отошли от Него. Я бы предпочел, чтобы у вас никогда не было огня Святого Духа, чем чтобы вы отступили от Него». Поэтому Он сказал, что нам нужно быть либо холодными, либо горячими. О чем Он говорит? О показателях нашей духовной температуры и нашего духовного здоровья. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, Римлянам 12. Римлянам 12. Если бы, придя домой, вы обнаружили, что у вас температура, вы бы это так не оставили. Вы бы что-то с этим сделали. Так, если вы осознаете, что вы уже не столь горячи духовно, как прежде, с этим нужно разобраться, а не оставить без внимания. Важно, чтобы наша духовная температура свидетельствовала о том, что мы духовно здоровы. Римлянам 12.10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, и посмотрите, духом пламенейте, Господу служите». Слово «пламенеть» в этом стихе означает быть горячим, кипеть. Итак, Бог хочет, чтобы мы кипели через край в духе, были горячими для Бога, и именно так нам нужно служить Ему. Служа Ему в теплоте, мы не будем тем благословением для людей, которым могли бы быть. И когда люди, служа, не радуются, часто это говорит не о том, что кто-то слишком много от них требует, а о том, что они слишком теплы, они не горячи, они ушли в сторону теплоты. Послушайте, Бог достоин горячих людей. Любое другое состояние – это на самом деле духовная апатия. Я к этому так серьезно не отношусь, я не напрягаюсь, я просто пробую духовные вещи. Послушайте, я так рада, что когда Иисус пришел на землю, Он не просто пробовал, Он горел тем, для чего был рожден. Аминь. 11 стих в расширенном переводе. «Никогда не ослабевайте в рвении и искреннем усердии, пылайте и горите духом, служа Господу». Когда люди полны Слова и Духа, это сказывается на их духовной температуре, они пламены. Аминь. Так Господь хочет, чтобы Ему служили. И на предыдущем служении мы говорили о том, что понижает нашу духовную температуру, чего нам следует избегать, и о том, что разогревает нашу духовную температуру. «Откройте со мной, пожалуйста, 2 Тимофею, 2 главу». 2 Тимофею, 2 глава. Павел пишет Тимофею. И мы понимаем, что Павел кое-что знал о преодолении противостояния, преодолении гонений. И пройдя через все избиения, посты, побивания камнями, кораблекрушения, через все, что противостояло ему и преследовало его, в конце он сказал, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». То есть, в конце своего поприща он все еще вовсю горел, он все еще был в огне, он пламенел. Противостояние не остудило его, но сделало его еще более горячим для Бога. И во втором послании Тимофею, 3 стихе, Павел пишет, «Итак, переноси страдания как добрый воин Иисуса Христа». Кто из вас знает, что хороший солдат делает то, что ему говорят? Хороший солдат не ропщит, не ворчит, не жалуется, не обговаривает старшего по званию в столовой. Хороший солдат предан своей должности, он предан своей роте, он полезен роте, а не разрушает ее плохим отношениям. Когда приходят трудности, мы не должны терять правильный настрой. Нам важно оставаться полными Слова и полными Духа. Тогда мы будем пламенными в Духе, будем кипеть и гореть. И то, что нам противостоит, не отбросит нас назад. Оно нас не остановит, а наоборот, поможет нам преуспеть. Аминь. Я бы хотела сегодня прочитать с вами отрывок из 3 главы Даниила. При этом помня о стихе во втором послании Тимофею. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». В 3 главе Даниила мы видим, что это значит. Мы начнем читать с 14 стиха, но сначала напомню контекст. Царь Навуходоносор поставил истукан и созвал всех высокопоставленных лиц, всех лидеров своей империи. В определенный день все должны были собраться, и когда заиграет музыка, все должны были поклониться этому истукану. В Сидрах, Месах и Авдинага трое евреев были на руководящих должностях, и когда зазвучала музыка, они просто остались стоять. Представьте, все вельможи падают, сразу видно, кто стоит, так? И теперь им предстояло перенести некоторые страдания, как добрым воинам, так? С этого момента мы начнем читать историю этих трех евреев, 14 стих. Царю Навуходоносору сообщают, что эти трое не поклонились. Навуходоносор сказал им, «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, которого я сделал, и все будет в порядке». Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. Хорошо. Пора переносить страдания, как добрый воин. И он заявляет в 15 стихе, «И тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» То есть, он говорит, «Мои руки сильнее рук вашего Бога». И Сидрах, Месах и Авдинага отвечали. Кто-нибудь из вас читал книгу? Ответьте. Они ответили. «И в этом видна их духовная температура». И сказали царю, «О, Новохудоносор, мы неосторожны, отвечая тебе на это». То есть, мы не станем подбирать слова. Мы не будем советоваться друг с другом, как сказать так, чтобы тебе угодить и себя спасти. Мы неосторожны, отвечая тебе на это. Другими словами, мы не будем политкорректными. 17 стих. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Многие читают это неправильно. Они читают так. «Если Бог избавит нас, мы не будем служить тебе. Но если Он и не избавит нас, мы все равно не будем служить тебе». Какой смысл говорить, что если Бог не избавит, вы не будете служить? От вас ведь останутся одни головешки. Вас больше не будет. Если Бог вас не избавит, вам нечего говорить царю, что вы не поклонитесь, когда Он бросит вас в печь. Вот как нужно это читать. «Если ты бросишь нас в печь, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и избавит». Избавит. Это слова пламенных людей. Слова людей, полных веры. «И от руки твоей царь избавит». И в 18 стихе они не идут на попятную от того, что только что сказали. В 17-м. Но если вы этого не понимаете, вам покажется, что они называют разные варианты. Нет никаких вариантов. 18 стих говорит, «Если же и не будет того, если ты не бросишь нас в печь». Другими словами, ты можешь отступить от своего слова, но не Бог. Если бросишь нас в печь, Бог спасет нас. Но если ты и отступишь от своих слов, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Тогда на выходоносор исполнился ярости. Почему? Это происходило на глазах у всех вельмож его империи. Все видели, как ему бросают вызов. И вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Абдинага. И он повелел разжечь печь в семь раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. Ее прежде никогда так сильно не разжигали. Поддайте жару. Почему? Зачем разжигать жарче? Разве обычный огонь с ними не справится? Но они были настолько смелы и настолько пламены, что царь начал сомневаться в своем орудии казни и сказал, «Разожгите жарче!» Сколько раз вы стояли в вере, и все становилось хуже? Не важно, что становится хуже. Когда становится хуже, это свидетельствует о том, что враг напуган. Он раскрыл карты, что сомневается в своей стратегии против вас. Не расстраивайтесь, когда становится хуже. Поймите, что дьявол напуган. Дьявол боязлив. Именно поэтому страх и исходит от него, и он искусен в нем. Он сам, мучимое боязливое существо. Двадцатый стих. «И самым сильным мужам приказал». Зачем сильные мужи? Он боится. Он колеблется. Их смелость как бы заставила его сомневаться в своих способностях. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Абдинага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Двадцать первый. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго и печь раскалена была чрезвычайна, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Абдинага. Бог показал, печь работает. Иначе, когда бы они вышли необожженными, кто-то сказал бы, что-то с печью не так. Бог засвидетельствовал, печь работает. Аминь. Точно так же некоторые по поводу того, как Моисей и Божий народ вышли из Египта и перешли Красное море, говорят, что море было глубиной по щиколотку. Есть такое место, где оно только по щиколотку. Они пытаются принизить чудо, но еще большее чудо, что армия фараона утонула в воде по щиколотку. А Даниил, брошенный в львиный ров, он вышел нетронутым. Львы стали для него подушками, вместо того, чтобы ему стать их ужином. Они были для него подушками. И когда он вышел из львиного рва, царь, тех, кто устроил заговор против Даниила, бросил туда, чтобы показать, что львы на самом деле были голодны. Итак, мы видим, что когда дьявол умышляет что-то против вас, не вы обречены, а он обречен. Если вы встретите его умыслы пламенно, будучи полными слова, полными веры, полными рвения, это обернется против него. Библия говорит об Иисусе. Если бы царство тьмы знало, оно ни за что не распяло бы Господа славы. Они думали, что победили, а это было им на погибель. Итак, что бы вам не противостояло, если вы останетесь полными слова, полными веры и будете поклоняться Богу, это обернется во вред не вам, а тому, что вам противостоит. А для вас это будет пусковой площадкой. Итак, печь сожгла бросавших. Печь работала. 23-й. А си и три мужа в седрах, месах и авдинага упали в раскаленную огнем печь, связанные. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Я бы начала сомневаться во вменяемости этого человека. И в глазах всех вельмож его империи он выглядел безумно. Он же говорил с тремя мужчинами, у него с ними состоялся разговор, а теперь он спрашивает, их точно было только трое? Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, истинно так, царь. Глубокая мысль, глубокая. Истинно так, царь. 25-й стих. На это он сказал, вот я вижу. Если вы будете держаться за то, что говорит Бог, те, кто вам противостоят, увидят Бог с вами. На это он сказал, вот я вижу четырех мужей, не связанных ходящих, а, они там прохаживаются и прохлаждаются. Ходящих среди огня. Послушайте, что царь говорит, и нет им вреда. И нет им вреда. Они посреди огня. Седрах, Месах и Абдинага видели, как воины сгорели у них на глазах. Но они не поколебались. Им от многого пришлось отводить взгляд. Царь Навуходоносор говорит, нет им вреда. И я обожаю следующую фразу. И вид четвертого подобен Сыну Божию. Обратите внимание, сначала он говорил, и тогда, какой Бог избавит вас от руки моей. А теперь он уже знает, что у Бога есть Сын. Он начал что-то понимать. А, у этого Бога есть Сын. 26 тогда подошел Навуходоносор кустью печи, раскаленной огнем, и сказал, Сидрах, Месаха и Авдинага, рабы Бога Всевышнего. Наконец он разобрался. Какой Бог? А, Всевышний Бог. Он переменил свое мнение перед всеми вельможами империи. Рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Не знаю. Я бы, наверное, сказала, что-то печь не работает, приди за нами. Видя, что они там ходят, и вид четвертого подобен Сыну Божьему, царь был совершенно уверен, что они не только вошли в огонь, но и выйти смогут сами. Их не нужно было вытаскивать, не нужно было тушить огонь и ждать, пока все остынет. Они вышли из печи на глазах у всех. Тогда Сидрах, Месаха и Авденага, вышли из среды огня. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы. И волосы на голове не пылены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал, благословен Бог. Видите, какой свет и откровение он получил? Он знает, что у Бога есть Сын, он называет Бога Всевышним, и теперь перед своими вельможами он благословляет Его. Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага. А, посмотрите, который послал ангела своего. Он знает, что у Бога есть ангелы и избавил рабов своих, которые надеялись на Него. Кого Бог избавляет? Тех, кто уповает на Него. Он избавил рабов своих, которые надеялись на Него. Посмотрите на следующую фразу. Это потрясающе. Это Царь говорит. И не послушались царского повеления. А, они ожидали, что скорее самый могущественный человек отступит от своих слов, чем Бог подведет их. Они не послушались царского повеления. Посмотрите, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от Меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка. Кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авдинага был изрублен в куски. Кому-то не поздоровится. Этому царю лишь бы кого-то убить. Но теперь он их самый большой сторонник. И дом его обращен в развалины. Посмотрите, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Тридцатый стих. Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авдинага в стране Вавилонской. То, что должно было их погубить, стало для них возвышением. Почему? Они были горячими для Бога. Эти мужи были пламены в своей сосредоточенности на Нем. Увидев печь, они не отступили от того, во что верили. Увидев сгоревших солдат, они не отступили от того, во что верили. Они не отступили, услышав приказ разжечь печь в семь раз сильнее. Они не отступили. Что определяет, отступите ли вы? Ваше духовное здоровье. Насколько выполны Слово? Насколько выполны Духа? Я убеждена, что благодаря тому, что они были пламенными, дар веры действовал в них. Это не была обычная вера. Из-за того, что они были наполнены и пламенны, другая вера вышла им навстречу, и они были способны посмотреть на полную погибель и сказать «Это не для меня». Другие могут потерять своих детей, но не я. Другие могут потерять свой бизнес, но не я. Другие могут потерять свой человек не отступает. Будучи половинчатыми, они не могли бы выйти из этого огня. Важно, какими вы входите в огонь. Эти люди встретили угрозы и страх без колебаний. Эти люди были пламенными, горячими. Их уверенность в том, что Бог сделает для них, кипела через край. И я скажу так, когда их бросили в огонь, их бросили в родную для них стихию, потому что они горели еще прежде, чем был разожжен огонь. И тот огонь, что должен был их погубить, только сильнее их разжег. Невозможно огнем причинить вред огню. Аминь. Их это лишь раскочегарило и привело к их возвышению. И в один день изменился объект поклонения целой нации. Нация изменилась, потому что они не отступили. Это важно. Важно, станем ли мы держаться за свою веру и будем ли мы пламенными. Мы с вами читали слова Иисуса в третьей главе Откровения, что лучше бы ты был холоден, чем тепл. Потому что если ты тепл, а не горяч, я выплюну тебя из уст моих. То есть я не могу двигаться через того, кто не горяч, потому что противостояние заставит такого человека сдать назад. Он не перенесет испытания. Он не перенесет страдания, как добрый воин. Итак, наша безопасность в том, чтобы быть горячими и пламенными. Но обратите внимание, Иисус не обращался к отдельному человеку в Откровении. Он обращался к целому собранию. Не только проповедник должен быть горяч. Все собрание, как церковная семья, должно быть горячим для Бога. И если кто-то остывает, это влияет на общую температуру этой церковной семьи, этого собрания. Я не буду фактором охлаждения в моем собрании. Я не буду фактором охлаждения в теле Христа. Я буду поощрять и разжигать огонь в других. Таким должно быть ваше мышление. А это значит не проводить время с людьми, которые вас охлаждают. Это значит не ходить в места, которые охлаждают ваш пыл для Бога так, что вы уже не кипите. Это значит не смотреть то, что не следует на экране компьютера, когда вас никто не видит кроме Бога, потому что это скажется на вашей пламенности. Аминь. Это важно. Я говорю, это важно. Слово говорит нам, что наш Бог сплошной огонь сверху донизу. И Он говорит, что нам нужно пылать и гореть духом. Только так мы по-настоящему представляем его. Потому что в Нем нет ничего холодного. В Нем нет ничего половинчатого. Только целиком и полностью. Бог двигается с полной отдачей. Он действует всем сердцем. Аминь. Итак, будем пламенными в этом году. Это наш лучший год до ныне. Наш лучший год до ныне. Давайте разожжем огонь. Как? Питаясь, слушая Слово, говоря на языках, проводя время в общении с Богом. Это основные способы оставаться горячими для Бога. Поступая по Слову, выполняя Слово. Аминь. Слава Господу, слава Господу, слава Господу. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.